Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка. Стоит ли покупать планшет вместо компьютера? Еще лет 10 назад покупка обычного стационарного компьютера была настоящей мечтой многих детей и взрослых. Так как они стоили довольно дорого, а явной необходимости в них не было. Сегодня времена кардинально изменились. Купить компьютер стало не проблемой, однако теперь возникла другая дилемма. Стоит ли покупать планшет вместо компьютера? Ведь зачем мучиться с большим компьютером или даже с тем же ноутбуком, когда есть он? Маленький, современный и функциональный планшет. Сегодня мы разберемся в ценностях планшета, а также поймем, стоит ли его покупать или нет. 14 причин, почему стоит покупать планшет. Для начала давайте рассмотрим все достоинства планшета. В каких случаях он действительно хорош. Итак, 14 причин. Первая причина. Небольшой вес и размер. Главной особенностью планшетного компьютера являются совсем небольшие размеры. Внешне его можно сравнить с тонкой книжкой на 100 страниц. Вес также невелик. От 300 до 600 граммов. Это позволяет данному устройству быть абсолютно мобильным. Его можно брать с собой всегда и везде. Что, несомненно, подстегивает покупателей к выбору именно этого девайса, а не полноценного компьютера. Вторая причина. Невысокая цена. Стоимость планшета нельзя назвать низкой. Однако и высокой тоже не назовешь. В зависимости от модели, планшетные компьютеры находятся в ценовом диапазоне от 200 долларов до 1200 долларов США. Когда как полноценный компьютер, обойдется вам намного дороже. Ведь только один монитор будет стоить порядка 200 долларов. Поэтому в сумме стационарный компьютер выйдет около 600 долларов по минимуму. В максимуме даже не говорим. Так как он доходит до стоимости дорогой иномарки. Третья причина. Сенсорное управление. Многие из пользователей уже просто устали от постоянного управления мышкой и клавиатурой. Хочется упростить эти действия, а также уменьшить количество манипуляций рукой. Сенсорное управление позволяет все действия выполнять только при помощи касания экрана пальцами. Причем операционная система разработана таким образом, что все действия кажутся естественными и удобными. Итак, четвертая причина. Быстрый доступ. Планшет нравится тем, что он в отличие от обычного персонального компьютера не требует постоянной перезагрузки и выключения. Его работу можно сравнить с мобильным телефоном, который мы никогда не выключаем. Ведь в планшете мы отключаем, то есть ставим на блокировку лишь экран, а не выключаем устройство полностью. Такой быстрый доступ очень удобен, особенно тогда, когда мы берем его в руки лишь на несколько десяток минут. Например, чтобы проверить свою электронную почту или поиграть в игру, сидя в очереди к зубному врачу. Пятая причина. Планшет не сковывает в передвижении. Из-за того, что планшет не нужно постоянно держать подключенным к электроэнергии, не нужно подключать к другим устройствам, все это делает передвижение с ним очень удобным вариантом. За собой не нужно тянуть экран, звуковые колонки, мышь или клавиатуру. Положил планшет в сумку и пошли. Все уже встроено в этом небольшом девайсе. Даже две камеры умудрились внедрить. Причем все получилось даже очень высокого качества. Шестая причина. Современный дизайн и девайс в целом. Планшетный компьютер стоит еще купить, потому что это современная тенденция, которой следуют многие прогрессивные люди. Ведь сегодня гораздо проще встретить человека за планшетом, чем за ноутбуком или даже нетбуком. Если вы не хотите отставать от сегодняшней моды в сфере хай-тек, то планшет станет идеальным приобретением. Его даже стоит купить, потому что им интересно пользоваться, а в первое время даже непривычно. Причина номер семь. Идеально подходит для отдыха. В современном мире еще не придумали такого компьютера, который бы больше подходил для отдыха, чем планшетный компьютер. Выезжая на отдых, его всегда можно взять с собой. Он не займет много места, не будет составлять лишний груз, зато с ним будет отдыхать еще интереснее. Ведь на него вы всегда сможете сфотографироваться с друзьями прямо на месте отдыха и сразу же посмотреть отснятое, а также отправить их близким по интернету. Загорая на пляже, к примеру, на нем можно еще параллельно играть в простенькие, но очень интересные и красивые игры. Или слушать музыку, или читать книгу в электронном виде. Планшет спасет вас и в дороге. С ним уже точно не будет скучно. Восьмая причина. Планшет идеально подходит для контроля над работой. Полноценно работать на нем не всегда получается, а вот контролировать процесс выполнения работ очень даже можно. К примеру, на нем можно открыть любые текстовые документы через специальные программы, проверить и ответить на почту, зайти на официальный сайт, чтобы проверить новости компании и так далее. Планшет можно смело назвать устройством для руководителей и владельцев собственного бизнеса. Причина номер девять. Лучший портативный медиаплеер. Если вы любите смотреть фильмы или сериалы и хотели бы всегда иметь возможность посмотреть любую киноленту, то планшет просто создан для вас. Теперь вы сможете смотреть любые экранизации практически в любом месте. В метро, автобусе, на лекциях, на работе и, естественно, на домашней обстановке. И причем не обязательно загружать все фильмы в гаджет, ведь можно воспользоваться онлайн-трансляциями через интернет. Десятая причина. Планшетом можно пользоваться как электронной книгой. Любителям читать книги также будет интересен планшет, так как на нем можно вполне удачно прочитывать любыми любимые книжки. То есть планшетный компьютер фактически станет заменой электронной книги. Таким образом, с вами будет не только компьютер, но и еще несколько тысяч книг, которые вы в любой момент сможете начать читать. Благодаря удобным приложениям, читая книгу, вы сможете оставлять закладки, делать пометки, а также изменять визуальное оформление книги и текста в ней. Итак, причина одиннадцатая. В квартире планшет может использоваться или исполнять роль будильника или цифровой фоторамки. Даже когда планшет вам не нужен, он может служить декоративным украшением, интерьером, электронным будильником с красивой заставкой или же обычной фоторамкой, на которой будут сменяться фотографии через определенный срок, заданный вами. Пусть это нельзя назвать конкретной причиной покупки планшета, зато приятно знать о таком милом бонусе. Итак, рассмотрим двенадцатую причину. Если не устраивать маленький размер экрана на мобильном телефоне, стоит купить планшет в том случае, если у вас не устраивают размеры мобильного телефона. Купить, конечно, можно огромный телефон, однако его экран все равно будет небольшим, да и разговаривать на нем будет не сильно удобно. Поэтому рекомендуем сэкономить деньги, оставить старый телефон и купить новый планшет, который, кстати, окажется еще дешевле, чем мобильный телефон с большой диагональю экрана. Тринадцатая причина. Планшет сделает вас социально активным человеком. Планшет создан специально для тех, кто любит общаться в интернете. Здесь практически любое приложение имеет интеграцию с одной или несколькими из современных социальных сетей. Facebook, Twitter и тому подобное. Если вы еще не успели уловить все прелести использования социальными сервисами, то с покупкой планшета все изменится. Пользоваться ими станет не только удобнее, но еще и интереснее, потому что вы обязательно станете социально активным человеком. А теперь рассмотрим четырнадцатую причину, самую последнюю. Простой доступ в интернет. Рекомендуем купить планшет уже хотя бы из-за того, что на нем очень легко выйти в интернет. Он имеет встроенный Wi-Fi адаптер, который всегда подключится, найдя собственную беспроводную сеть. А также многие девайсы имеют возможность подключиться к сети интернет при помощи обычной сим-карты, которую нужно вставить в планшет и просто оплатить счет. А интернет сам появится в вашем планшетном компьютере. Десять причин не покупать планшет. Теперь перейдем к недостаткам, из-за которых покупать его категорически не нужно. Итак, причина первая, чтобы не покупать планшет. Нет возможности улучшить технические характеристики. Одним из главных недостатков планшетного компьютера является тот факт, что вы не сможете улучшить его технические характеристики. То есть поменять процессор, добавить памяти или заменить графический чипсет. Вам придется целиком менять планшет. Поэтому, если решились на покупку, то не советуем мелочиться и обращать внимание на дешевые модели. Итак, вторая причина, чтобы не покупать планшет. Это маленький экран. В сравнении с компьютером, у планшета очень маленький экран. Поэтому смотреть фильмы на нем или играть в игры не так приятно, как это можно сделать, к примеру, на мониторе с 32 дюймами в диагонали. Итак, третья причина. Виртуальная клавиатура. Для многих пользователей недостатком стала виртуальная клавиатура, с которой не совсем удобно набирать текст. Поэтому приходится докупать обычную клавиатуру, которая, кстати, также небольших и не совсем удобных размеров. Четвертая причина. Нельзя поменять операционную систему. На обычном компьютере, ноутбуке или нетбуке вы можете устанавливать любые операционные системы. Windows 8, Windows 7, Linux Ubuntu и так далее. Здесь же вы на планшете, вы будете вынуждены довольствоваться тем, что имеете. Пятая причина, чтобы не покупать планшет. У планшета нет нормального графического редактора. Если вы часто редактируете фотографии, картинки или вообще работаете веб-дизайнером, то нормально поработать на планшете никак не получится. У него достаточно урезанный функционал и возможности в целом. Шестая причина. Нет уверенности в завтрашнем дне. Планшет это что-то новое для нас. Пусть девайс уже на рынке не один год, однако он еще не успел завоевать абсолютное лидерство. И если вдруг завтра на планшеты мода пройдет, а компании, выпускающие программное обеспечение, перестанут выпускать новые утилиты, то вы останетесь буквально ни с чем, тогда как с компьютером подобного никогда не произойдет. Причина седьмая. Легко нанести повреждения. Планшет по своей структуре очень хрупкое устройство, поэтому любое падение или удар по нему может стать для него последним. А значит, относиться к девайсу следует очень аккуратно и лучше заранее купить для него чехол или что-то еще подобное. Причина восьмая. Нет всех компьютерных аналогов программного обеспечения. Планшет имеет достаточно мало альтернатив в программах, поэтому если вам требуются определенные программы, то стоит заранее узнать, есть ли похожая версия для планшетных компьютеров. Причина девятая. Нельзя подключать сторонние устройства. К стационарному компьютеру вы всегда можете подключить видеокамеру, телефон, телевизор, акустическую систему, внешний жесткий диск, принтер, флешку, сканер и многое другое. Причем сделать это можно одновременно, тогда как в планшете такое действие, так сказать, не пройдет. К нему можно подключить одно, но максимум два устройства. Ну, в принципе, как бы и все. Причина десятая. Последняя. Не годится для учебы. Как показала практика, планшет совершенно не годится для полноценного обучения. Те задания, которые ученики или студенты получают на уроках, просто невозможно выполнить на планшетах. Конечно, за редким исключением. Итак, подытоживая данное видео, хочу сказать, зная все особенности планшета, вы сами сможете определить для себя, стоит его покупать или нет. По нашему личному мнению, планшет и компьютер – это девайсы абсолютно разные, и зачастую современному человеку нужен как стационарный компьютер, так и портативный планшет. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка». Субтитры создавал DimaTorzok